Прогулка по зеленой дороге детства, соблюдая правила дорожного движения. В четверг в Иванове прошел ежегодный конкурс о гидбригад среди дошколят. В этот раз организаторы выбрали две темы. Профилактика ДТП с участием юных велосипедистов и необходимость использования детских удерживающих кресел. Сегодня мы его впервые проводим в новой форме. То есть мы приглашаем самих детей и оцениваем их знания. То есть это самый главный показатель той работы, которую проводят дошкольные учреждения. Скучать малышам не пришлось. Сначала дети мастерили светофоры из цветной бумаги на мастер-классе. После – веселые старты. Затем – мозговой штурм, моделирование дорожной ситуации на магнитной доске и интерактивная игра. На последнем этапе все как у взрослых. Вопросы на знании ПДД появляются на экране компьютера. У Ксюши Силаевой, капитана команды «Светлячки», задача ответственная. Из предложенных вариантов – выбрать верный. Сама она правила безопасного поведения на дороге знает на отлично. Учит их в садике и с родителями при помощи специальных настольных игр. В добрый путь там фишки и кубик. Там надо пройти по кругу, соблюдая все правила. А один человек, который не играет, он должен сказать, что правильно сделали или неправильно. После успешно пройденных конкурсов – время творческих выступлений агитбригад. На сцене оказались оживший светофор, заяц, медведь и даже матрешки. Правила дорожного движения все они знают на твердую пятерку. Девиз наш ясен всем. Мы за движение без проблем. Матрешки рассказывали, что первая матрешка рассказывала про знак «Жилая зона». Вторая – про велосипед, что кататься только во дворе и только рядом с мамой. Нельзя бегать по дороге. Нельзя ходить на красный свет. Я иду только на зеленый свет, а на красный я стою, а на желтый готовлюсь идти. За 2015 год на территории Иваново зарегистрировано 89 ДТП с участием детей до 16 лет. Пострадали 94 несовершеннолетних. Основная цель таких профилактических мероприятий – свести печальные цифры статистики к нулевому показателю. Мероприятия настолько полезны, что после них, после их завершения, дети учат родителей переходить улицу, правильно двигаться, не бояться транспорта, в окружающем пространстве ориентироваться. В конкурсе приняли участие 12 команд. Победителями стали воспитанники детского сада номер 10, команда под звучным названием «Клаксон». Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.